МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте всем! Я извиняюсь за то, что меня долгое время не было в эфире. И я сегодня без микрофона по техническим причинам. Также извиняюсь, что я сегодня в маске. Я сегодня не один, поэтому нужно предохраняться. К сожалению, я заболел коронавирусом, как и моя семья. Кто-то в больнице, кто-то типа меня дома. И хотелось бы вам напомнить, будьте осторожны. Это не так все и смешно, как, казалось бы, на первый взгляд, первое время. Когда мне высылали всякие видео, всякие непонятные вещи о Билли Гейте, который якобы все это придумал, мировая закулиса и прочее. Но если это мировая закулиса, то мировая закулиса, как видите, затронула и меня, и мою семью в том числе. И поэтому сегодня перед вами будет не необычный выпуск, не та самая говорящая голова, а просто друг, который будет отвечать на ваши вопросы, оставленные мне два месяца назад, полтора месяца назад, когда я просил это сделать вас. Так как в личку приходят очень много вопросов. И я, конечно же, на них не отвечаю, потому что вопросов действительно очень много. И если бы я на них отвечал, мне только бы и приходилось делать, чтобы сидеть и отвечать. И даже после того, как я объявил, что будет специальный выпуск, где я буду отвечать на ваши вопросы, а в личку мне все равно продолжали поступать вопросы, и продолжают это делать по сей день. Такое ощущение, что якобы мои выпуски вовсе не смотрят. Хотя я давал объявления не только на YouTube, но и, значит, на своей странице в Facebook. Ну что ж, я немного отобрал этих вопросов. И все-таки немного приспущу, потому что мне неудобно говорить. А микрофона сегодня нет. Я отвечу на некоторые вопросы, которые поступили мне. Тут мне помогли отобрать. Я, честно говоря, еще сам не знаю, какие из них, с которыми я уже ознакомился, с которыми я еще и не знаком, даже и не знаю, что там в них. Но попробую ответить. Еще раз прошу, берегите себя, своих близких. У вас, я знаю, традиционно в армянских семьях имеются бабушки, дедушки, пожилые родители. Среди них, кстати говоря, у нас тоже очень много подписчиков. Я знаю, они смотрят нас. Я помню, когда в марте ваши донаты, поступающие в антитопор, мы тоже задонатили, можно сказать, эти же деньги пожилым армянам, которые далеко живут от своих внуков, детей или вовсе таковых, не имеют, помогли продуктами, деньгами, чем смогли. За что и вам огромное, конечно же, спасибо. Так что берегите своих пожилых, всех старшего поколения, ну и наших тоже, соответственно, зрителей. Кстати, пользуясь случаем, хотел бы передать привет одну из наших старейших зрителей. Это Аства Цатурова Афилия Новосардовна. Ей 83 года, живет она в городе Минске. Вам здоровья, долголетия и всей вашей когорте. Ну что ж, приступим, значит, к вопросам. И первый вопрос звучит так. Есть ли у тебя контакты сирийских армян? Желательно тех, кто участвует в боевых действиях. Ну, вы знаете, у меня есть контакты карабахских армян, которые участвуют тоже в боевых действиях. И я готов с ними поделиться. Я не знаю, зачем вам Сирия, когда у нас у самих проблем полно. Так что, если надумаете, пишите. Я поделюсь такими контактами. Карабахских армян, но не сирийских. Далее вопрос. Как вы относитесь к прокремлевским армянам? К про всяким армянам я отношусь очень плохо. Армянам вообще очень противопоказано быть под кем-либо. Они почему-то с головой уходят. Вот про это кто-то, вплоть до того, что забывают свою национальную идентичность. Где бы они ни жили, они обычно... Вот в России армян, среди армян очень много пророссийских, которые, ну, скажем так, даже Кремль может молчать, русские могут молчать, но сами армяне почему-то хотят быть больше, чем русские. Больше, чем сами русские. И начинают поносить Армению. И выводить, пытаясь выводить ее на чистую воду, тем более, что та самая вода является грязной. Поэтому я хотел бы обратиться к таким армянам. Мне нужно чистую Армению выводить на грязную воду. Армения готова дружить и дружила практически со всеми странами. У нее нет никаких конфликтных ситуаций, ну, за исключением только что разве с Азербайджаном. С Россией, как говорили, кривотолки разные, что поменяется, дескать, власть, и Армения отвернется от России, но это не случилось, как видите. И, тем не менее, некоторые пытаются рассорить Армению с Россией и эти самые некоторые, увы, армянской национальности. Поэтому, где бы вы ни жили, конечно же, любите свою родину, Россию, Белоруссию, Украину, Америку, Францию, где бы вы ни жили, вы имеете право и правильно делаете. Будьте законопослушными гражданами. Но при этом не нужно топтать землю своих предков. Я имею в виду топтать в переносном, конечно, смысле. А если уж топчете, то не топчите уже и в прямом смысле. Нечего вам там делать. Хотя это не мое дело. Третий вопрос. Вадим, почему вы не пытаетесь помирить народы, а делаете обратное? Ну, тут не подписано. Я даже не знаю, кто это писал. Наверняка это писал человек, который либо один-два выпуска посмотрели антитопоровских, либо вот так от фонаря задали мне этот вопрос. Очень странный вопрос. Где же я, когда я делал обратное? Вроде бы антитопор занимается тем, что выявляет те фальсификации, которые приводит Азербайджан или та же Турция в отношении Армении, армянского народа, армянской культуры и истории. А как вы смотрите на это? На те фальсификации, что мы видим, вплоть до высших эшелонов власти, от господина Алиева, который объявляет, что Ереван – это западный Азербайджан, древнеазербайджанский город. Мне что на это отвечать? Любовью и терпимостью? Нет уж увольте. Антитопор как раз-таки воюет вот с такими, не хотелось бы никого обижать, недалекими людьми. И здесь не идет речь какая-то против нормальных азербайджанцев, просто людей азербайджанской национальности, нормальных людей. Речь идет только о гнилых людях, выкормышей азербайджанской, алиевской власти. Таких как сам Алиев, его кабинет министров, его академия наук, и люди, которые питают эту самую информацию и разносят ее на весь белый свет. Вот против них я и говорю. Так что я не знаю, в чем ваш укор, чего вы хотите. И примирять народы я, естественно, и это пытаюсь тоже делать. У меня есть ряд выпусков, обращения к азербайджанцам, например, где я как раз-таки говорю о примирении, вместе вспоминаем о былом прошлом, о совместных песнях, совместных танцах, о совместных каких-то людях. Так что это тоже было. Зря вы не смотрите некоторые такие изюминки, а вот только пытаетесь достать что-то, то, что лежит на поверхности. Очень зря. Посмотрите выпуски «Антитопора» и послушайте внимательно вообще, о чем идет речь. Расскажите, пожалуйста, откуда у вас такая хорошая русская речь, Вадим? Ну, я бы не сказал, что у меня такая хорошая русская речь, обычная речь. Ну, наверное, потому что, как бы, я по-русски мыслю, наверное, поэтому я учился в русской школе. Наверное, поэтому. Но, тем не менее, у меня еще есть такой южный акцент, бакинский акцент. Он остался, и это нормально, потому что я все-таки родился в городе Баку и какое-то время небольшое успел там прожить. И вот этот вот бакинский налет во мне еще остался. Спасибо за комплимент. Мне очень приятно. Но, тем не менее, вы преувеличились моим хорошим русским языком. Здравствуйте. Ваше сообщество – одно из моих любимых. Но не пора ли сменить название, либо открыть другое сообщество с другим названием, если уж народ привык тут? Вообще очень странный вопрос – а зачем менять-то название, зачем менять все это, и еще не пора ли сменить название и открыть другое сообщество? То есть это закрыть другое и открыть? Я вот смысл не понял, если честно, вашего вопроса. По-моему, антитопор уже бренд. Некоторые, которые меня узнают на улицах, они меня больше знают не как Вадима Арутюнова, а как антитопор. Так и говорят. Вон антитопор идет. То есть я считаю, что вы не правы. Бренд должен жить, пока он живет. Вот логотип, возможно, мы сменим. И действительно такие разговоры ведутся, и даже уже есть какие-то небольшие зарисовки на смену логотипа. А вот касаемо названия, по-моему, очень удачное название. Ведь антитопор – это не значит, что топор – Рамиль Сафаров, да, с кем ассоциируется этот топор сейчас. Нет. Топор еще ассоциируется с таким понятием, как топорная наука или топорная работа, когда работа сделана плохо. Так вот, азербайджанская работа, историческая, сделана плохо. Поэтому антитопор. Далее я, с вашего позволения, все-таки буду надевать очки, потому что плохо вижу. Почему у вашего сайта нет мобильной версии? В наши дни она обязательна. Сделайте более современный сайт и старайтесь попасть в Google Новости для охвата большой аудиторией. Вы знаете, я работаю один. Вот мне помогает человек, который занимается техническими какие-то вещами. Есть человек, который сидит на Телеграм-канале, там занимается. Кто-то в Фейсбуке, кто-то на сайте. Вот. Везде по одному. А я ведущий. Я готовлю свои творческие вещи, творческие какие-то, творческую часть информации и доношу до вас. А все остальное, технические вещи, делают уже другие люди. Я думаю, они нас услышат и если захотят, то сделают. Во всем, о чем вы у меня спросили, я, честно говоря, не разбираюсь. Мое дело, вот, включил камеру, сел, наговорил, выключил камеру и дальше уже за работу берутся другие люди. Вадим, у вас же есть доступ к правительству Армении. Почему вы не повлияете на них, чтобы они взялись серьезно за антидеформационную политику? Ведь то, что осуществляет Азербайджан на информационном поле против Армении и армян нельзя оставлять на самотек. Да, вы правы, действительно так. К сожалению, в Армении как не было, так и нет. Никакой организации, которая бы занималась антидеформационной политикой. Этим занимаются энтузиасты, такие как я, несколько еще человек, ведущие на канале YouTube. Впрочем, все. А вот на государственном уровне нет никого. Ни при сарксяне этого не было, ни при кучаряне, ни при пашиняне. Видимо, они считают, что это не так серьезно, хотя серьезность уже ударяла по пашиняну, причем дважды ударяла. Вспомните, как азербайджанские СМИ ловко распространили информацию, где якобы пашинян поздравил Трампа с удачной ликвидацией генерала Сулеймани. И эта новость дошла до Ирана, и ему самому пришлось извиняться. А был бы отдел по антидеформационной политике, то всего этого не было бы. И не нужно было бы оправдываться перед тем же Ираном. Или, скажем, тот же Эскин, большой друг армянского народа, который с недавних пор вдруг стал им. Который тоже высказался, якобы тоже поздравил армян, или там кого, я не знаю, израильтян, с удачной ликвидацией Сулеймани, генералом Джеффри Харигианом. То есть, американский генерал ВВС США убил этого самого Сулеймани, нанес ракетный удар. Ну, не он, естественно, а его войска, его военные пилоты. Ну, это же блеф, иначе никак это просто не назвать. Сами понимаете, Эскин, не вникая в детали, растрезвонил такое, что это подхватили, естественно, азербайджанцы, это дошло через азербайджанцев и в Иран. На самом деле, в Армении промолчали, и слова даже не сказали. Я покопался, нашел, что Джеффри Харигиан действительно является генералом ВВС США, но его войска курируют небо над Северной Африкой и Европой. А вот Ближним Востоком занимается другой генерал, американский и уже еврейского происхождения. Так что, армянин никак не причастен к ликвидации генерала Сулеймани, причастен другой генерал, еврейской национальности. Вот его нужно было Эскину и поздравить. Это, к слову, о антидеформации. Далее вопрос. Вадиму Занатаку некоторых восточных языков советую изучить родной армянский язык. Давно уж пора, чтобы в Тавризе или в Константинополе говорить с нашими соотечественниками не на османском языке, а на нашем родном, чтобы продемонстрировать, как и в России армяне любят и берегут свой язык, а не только в других странах. Бенгалец уж говорит на армянском, а Вадим лингвист, так и не удосужился изучить армянский, хоть и ездит по спюрку. Не стыдно? Конечно, стыдно. Это все не клеится, понимаете? И такая трогательная тяга к иным языкам, но только не к родному, вызывает только удивление и похоже на скрытую пропаганду ассимиляции. А ассимиляция в армянской и не только действительности, это белая смерть или белый геноцид народа. Во как! Что называется, начал за здравие, кончил за упокой. А вот это вот, в которое он сам себе задает вопрос, наверное, сам же отвечает. Не стыдно? Конечно, стыдно. Вы знаете, может вам стыдно, я не знаю, мне не стыдно. Вы почему за меня-то решаете, какие языки я знаю, какие я не знаю. Что вообще вы взяли, что я не знаю армянский? Я знаю армянский, я знаю диалект карабахского языка, я на нем говорю, я его прекрасно понимаю. В армянском языке очень много диалектов и не все носители этих диалектов владеют литературным армянским языком. И что же получается, они все не знают армянский язык? Ну, выбрала Абавян в качестве литературного языка ереванский диалект. Дальше-то что? И почему вы за меня решаете, на каком языке я говорю? А может мне так удобно? Вот может мне так удобно говорить со спюрком не на армянском языке? В конце-то концов. Не нужно, пожалуйста, за меня решать. В конце концов, меня знают. Меня знают, как Вадима Арутюнова. А вот кто вы, никто не знает. Хотя вы и знаете армянский язык. Кто вы? Вот вы даже, я не знаю, тут подписи и я не вижу. Может, вы подписали, а мне текст выслали без подписи? Я не знаю. Но, по крайней мере, вас вряд ли кто знает, вы не публичное лицо. А скажите, пожалуйста, а меня, которые не знают армянский язык, почему же я являюсь публичным лицом в армянском пространстве в качестве, вернее, не только в армянском, но и в азербайджанском в том числе. А вот вас никто не знает. Да и вообще, мало ли тех, которые позорят армянский народ, владея армянским языком. Вы не так цените людей. Ценить нужно людей не по знанию языка, а потому, какие они, что они себе несут, несут ли они вообще армянское в себе. И полно таких носителей армянского языка, которые, в принципе-то, с натяжкой сложно назвать армянами и вообще стыдно даже их называть армянами. По поводу ассимиляции. Я уже много раз об этом говорил. Вы боитесь не ассимиляции, вы и такие, как вы. Нет, вы боитесь, прежде всего, самих себя. Обратите внимание, грузины, чеченцы, да даже те же азербайджанцы на территории России, когда они женятся, скажем, на той же русской девушке, рождается у них ребенок. У них ребенок, прежде всего, грузин, чеченец или азербайджанец. Он уже с молоком матери об этом знает. Он чуть ли не в коляске уже лежит и бьет себя в грудь и говорит, что он грузин. Даже если папа не грузин, а мама грузинка, а папа русский, он все равно называет себя грузином. Многие армянские папы, мало того, что не способны детей своих вырастить армянами, так еще сами становятся русскими, как их жены. Так что не нужно вот это мне, знаете, рассказывать, будто бы я где-то на Марсе или на Луне живу. Я очень много вижу тех же, скажем, людей от родителей разных национальностей, например, как я уже говорил, грузины-русские называют себя грузином, русские-азербайджанцы называют себя азербайджанцем, а вот среди армян меньшее количество таких в процентном соотношении. Это о чем говорит? Что вы сами оказываетесь в такой ситуации, что отходите постепенно от армянства, а уж дети ваши уж подавно. Так что не бойтесь ассимиляции. Ассимиляция, наоборот, помогает. Приток свежей крови. Главное вырастить вот этого вот ребенка от жены вашей литовской или от мужа вашего итальянца, армянина. Вот и все. Никто не виноват, что кровь вашей жены будет сильнее, чем ваша кровь. Это уже в ваших силах. Вы мужик в доме. Причем это ваша жена. Подумайте над этим. Я вам расскажу вот что недавно, например, было, когда я был в Калининграде. Я познакомился там с одной девушкой по фамилии Васильева. Она замужем. По фамилии Васильева мы с ней прогулялись. Такая блондиночка, голубоглазая, я бы сказал, нордической даже внешности. Не столько славянской, сколько нордической. Мы прогулялись и зашли в армянскую церковь. И батюшка у нее спросил, говорит, а вы крещеная? Она говорит, нет. Так в чем же дело? Давайте я вас крещу. И она такая засмущалась, говорит, нет, к сожалению, мне нельзя, я вообще далека от всего этого христианского, я еврейка. Во как. И когда мы покинули церковь, ну, я же понимаю, что она не похожа, в принципе, у нее внешность далеко не еврейская. Я у нее спрашиваю, я говорю, а ты и со стороны мамы и папы еврейка? Она говорит, нет, у меня муж русский, Васильев, а мама у меня чисто русская, папа наполовину эстонец, наполовину еврей. То есть, вы представляете, девушка всего лишь на 25% еврейка. ее папа, который тоже наполовину еврей, воспитал в духе иудаизма к любви к еврейскому народу, еврейской истории. И она с 20% генами или, скажем так, еврейской крови, вот этой вот четвертью, считает себя еврейкой. Во уважение! И никто об ассимиляции там не говорил. А вы заладили вот это ассимиляция, ассимиляция. Хотите хоть чем-то прикрыть свою слабость. Поехали дальше. Если вы древний, то почему вас в мире 10 миллионов, а нас 50 миллионов? Ну, понимаете ли, хорошего понемногу всегда. Это известно, да? Ну, и потом очень как-то вы у вас странный подход к этому всему. Какой-то по-детски наивный. Я не знаю, сколько вам лет. Наверняка вы взрослый, но пока еще инфантилизмом страдаете. Ну, например, скажем, сколько? Вот у меня тут есть небольшие такие цифры. Сейчас я точно посмотрю, погуглю. вот, пожалуйста, смотрите, я гуглю и смотрю. В мире насчитывается 300... Во! В мире 1 миллиард 300 миллионов коров в среднем, а тараканов в среднем 7 миллиардов. Вы представляете? коров 1 миллиард 300 миллионов, а тараканов 7 миллиардов. Но кто молоко дает? Корова или тараканы? Естественно, корова. А их меньше. Посмотрите, насколько меньше. Так что хорошего всегда понемногу. А если серьезно, то не было бы геноцида, где полтора миллиона полегли, то было бы все в порядке. И я вообще удивляюсь, что вдруг вас стало 50 миллионов. Что-то вы растете как-то в геометрической прогрессии. В прошлом году я слышал от ваших соплеменников, что вас 40 миллионов. В 15 году я читал, что 30 миллионов. А сейчас уже 50 миллионов. А еще раньше я читал, что 25 миллионов. Сейчас 50 миллионов. Ну что ж, наверное, коронавирус на вас не действует. Ну и слава Богу. Ждем, когда до 100 дойдем. Поехали дальше. Так, здесь уже у нас закончились вопросы. Давайте перейдем на вот. Уважаемый Вадим, хотелось бы услышать от вас, как от востоковеда-историка, небольшую лекцию об истории Шервана. Пишет Лизгин, ник такой у него. Кому сопротивлялся Шерван, думаю, будет многим интересно послушать о восточном соседе Армении. Да, я тоже думаю, будет интересно об этом послушать, но, понимаете, тема довольно-таки обширная, большая, и давайте-ка мы ее просто оставим, и в одном из выпусков я вам расскажу о Шерване, только не сейчас, потому что сейчас нужно отвечать на вопросы, и Шерван займет довольно-таки много времени. Далее, Russian Federation, почему у армян в России нет такой сплоченности, как у армян в Америке, имеется в виду лобби. Ну, на самом деле, это не так, нигде нет сплоченности, о которой вы говорите, я понимаю, о чем вы говорите. Я много ездил, я бывал во многих странах, ну, скажем так, только по спирку я проехался, свыше 50 стран, это только по спирку я проехался, и я бы не сказал, что прям везде такая прям какая-то сплоченность, нет. Например, в тех же Соединенных Штатах армяне как-то разграничены тоже, по религиозному признаку, по географическому, по историческому, скажем так, например, есть такие, которые, армяно-протестанты, например, да, они особо не контактируют с другими армянами, вот они живут в каком-то своем мирке, так же, как и армяно-католики, или армяне, которые приехали из Ближнего Востока, особо не контактируют с армянами, которые из постсоветских стран. Ну, видимо, по всяким там историческим перепетиям, и не только, языковой, естественно, есть барьер, тоже диалектический барьер, ну, и, естественно, наверное, армянину куда комфортнее в тех же Соединенных Штатах армянину, скажем, из России общаться с армянином из России или Армении или из Азербайджана, чем, скажем, армянином из Ливана, потому что менталитет тоже дает о себе знать, да, есть ближневосточный менталитет, есть такой постсоветский менталитет, или, например, армяне, скажем, из Латинской Америки у них свой менталитет, то есть тут должны понимать, что на самом деле все не так, как вы думаете. В Австрии я был, например, то же самое, армяно-католики особо не общаются с армянами православными апостольской церкви армянской. Да, 24 апреля ежегодно они вместе встречаются, у них совместные бывают службы, совместные митинги, но чтобы какое-то тесное отношение, я бы не сказал, все-таки это не так. Далее вопрос. Дорогой Вадим, я слежу за вашими эфирами уже 7 лет, спасибо вам за этот превосходный проект, и мой вопрос вот в чем, точнее пожелание, хотел бы увидеть подробный выпуск про этногенез армян, ваша точка зрения, так как много версий, особенно фрегийской, но отдельно, когда заходишь и читаешь, что такие фрегийцы и про их язык, особенно, то там говорится, что невозможно вести параллель на эти языки. Хотел бы услышать вашу версию, заранее благодарю. Ну, что тут скажешь, тут тоже, естественно, тема обширная и нуждается в отдельной теме. Пока что хочу заметить, что нет уже давно ни фрегийцев, ни фракийцев, ни лидийцев, ни кападокийцев, они в нас, они в нас, в армянах в том числе, и не только в армянах, они еще в греках, они еще в современных турках, они еще в болгарах, в албанах, поэтому эти народы просто растворились. Растворились в тех народах региона, которые выжили и до сих пор живут. То есть, это армяне, греки и прочие. Нужно это понимать. Ну, язык фрегийский, фракийский, это языки индоевропейской языковой семьи, поэтому, естественно, они и наши двоюродные братья. Но просто этих двоюродных братьев уже нет на исторической арене, к сожалению. А по поводу этногенеза, как-нибудь сделаю я выпуск, и мы более подробно об этом поговорим. Вадим, вы можете сделать выпуск про российских пропагандистов с армянскими фамилиями, вроде Симонян, Киасаян, Арам Габриэлянов и так далее, которые стравливают армян в Армении с армянами и русскими в России путем манипуляции и подтасовки фактов о революции в Армении и о том, что сейчас там происходит. Ну, что о них делать, я не знаю, ну, что о них говорить? Ну, вот такие вот они люди, что ж теперь? На сегодня они у Путина, завтра не будет Путина и их тоже не будет, они запоют иначе. Ну, просто это гнилые люди, о которых и говорить-то не особо хочется. Я знаю Маргариту Симонян, знаю еще с тех пор, когда она была рядовым корреспондентом телеканала, вела эфиры из различных горячих точках, я бы сказал даже, потому что она была действительно очень талантливая, отважная журналистка, проявила себя на творческом плане замечательно. Ну, что с ней стало? Естественно, свой творческий потенциал она пропила, скажем так, в кавычках, да? Пропить можно и творческий потенциал. Ну, деньги, слава портят порой людей, не всех, но вот бывает так, что портят, что ж теперь делать? И я скажу вам так, ведь Маргарита Симонян, она же не просто от себя тяну говорила, она говорила наверняка то, что от нее хотел услышать Кремль. Кремль, официальный Кремль, естественно, дипломатия не позволяет им сказать Армении то, что сказала Маргарита Симонян. А Маргарита Симонян оказалась хорошей такой мишенью, козлихой отпущения, вложили кремлевские слова в уста Маргариты Симонян. Она и озвучила, тем более, что она не только одна из влиятельных женщин мира, да, по версии Форбс, но и армянка по национальности, по национальности. И почему бы об этом не сказать армянке? Почему об этом должен говорить какое-то официальное лицо из Кремля, когда вот есть такой человек, как Маргарита Симонян, который может это озвучить? Чего она и сделала. Единственное, что неприятно, ведь к ней-то никто и не обращался, никто из официальных лиц Армении, никто из вообще интеллигенции армянской к ней не обращался, не открывал ей рот. Мол, Маргарита, скажи там то-то, то-то в нашу защиту, что-нибудь против Азербайджана и так далее. Никто. К ней обратились обычные крестьяне, жители таушских сел приграничных, обратились прежде всего как к армянке, известной армянке, которая бы рассказала правду, что на самом деле там на границе все время происходит, не только в этот день, а вообще все время. Там же обстрелы постоянно были в этом таушском районе, да, со стороны Азербайджана. Маргарита молчала, молчала, а потом, видимо, с позволения Кремля решила высказаться и высказалась так, как ей позволили высказаться. То же самое я хочу сказать и о других пропагандистах. Тут не важно, армяне они, не армяне, пропагандисты, как и все сволочи в принципе не имеют национальности. Их беспокоит только рубль или доллар в кармане, больше ничего. Дали деньги, сказали, не будут давать, не будут говорить. Пока она работает, все у нее хорошо, все у нее замечательно, но нафига ей Армения? Она-то не на Армению работает, не Армения же ей платят. Она работает на того, кто ей платит и говорит то, что от нее хотят услышать, ее работодатели. Так что вот так вот я отношусь плохо ко всем пропагандистам и не только к армянским. Далее. Вадим, здравствуйте. Вопрос. Возможно ли массовая репатриация армян в Армению при текущем положении дел? Если да, то какой вы видите данную программу репатриации? Спасибо. Ну, я не знаю, что вы имеете в виду, говоря про текущее положение дел. А что там в Армении какая-то программа уже предпринята для репатриантов? Просто я не в курсе. Если есть такая программа, то я обязательно изучу. А если нет такой программы, то и о репатриации то не о чем говорить. Вы понимаете, людей, людям сложно бросать насиженные места. Особенно, когда это взрослые люди. Да, у них есть дети, у них есть внуки. Ну, представьте, они все продадут, уйдут с работы и переедут в Армению. И чем они будут там заниматься? Ну, чем они будут заниматься? Им нужен зонд, им нужна гарантия, что они и там будут работать, что они захотят открывать, захотят, допустим, открыть какой-то свой бизнес, и никто им не будет препятствовать. Что у них будет свое жилье. Ведь у некоторых даже и своего жилья-то нет. Возможно-то, они и согласны были бы переехать в Армению. А где они там жить будут? То есть вопросов на самом деле очень много. И здесь, конечно же, нужно заниматься армянским официальным лицам, может быть, какой-то специальный отдел по репатриантам создать в Армении. Ну, как, например, в Израиле, да, в свое время это было. И вообще нужно перенимать израильский опыт, я об этом часто очень говорил. Израильский опыт нужно от А до Я перенимать, и не только в отношении простых людей, репатриантов, но и в отношении, скажем, таких публичных людей с головой дружащих, которые, я имею в виду с головой дружащих, которые имеют опыт, скажем, в экономике, в политике, которые могли бы быть полезными, скажем так, для развития Армении, даже дать им серьезные должности. Почему бы и нет? Пусть они занимаются. В Израиле именно так и делали. Они приглашали Алию, Алия, это подобие нашего спюрка, где говорилось, приезжайте, евреи, творите, у нас есть свое государство, Эрец, Израиль, приезжайте, занимайтесь, поднимайте экономику, мощь на весь Ближний Восток. Так и строился Израиль, с малого. Приезжали туда обычные рядовые евреи, приезжали дипломаты, экономисты, политики из разных стран с накопленным опытом в других странах. Вот чем нужно Армении заниматься. Дипломатов, экономистов, политиков из других стран. У нас очень много талантливых таких людей в разных странах мира. Кто-то уже на пенсии, а кто-то неудел, и могли бы этим заниматься в Армении. Вот мне говорят, что якобы у Пашиняна была такая программа, но почему-то он замолчал. Кроме как вот этого вот, который нынче занимается спюрком, человека из Лос-Анджелеса, пока что я никого не видел. Может быть, я ошибаюсь, кто-то есть в новом составе правительства Пашиняна, люди из спюрка, но, насколько я знаю, все они из Армении. Вот, я считаю, что нужно так и делать, тогда будет все прекрасно. Планируете ли вы заканчивать свою деятельность на Ютьюбе? Вы проделываете титаническую работу для нашего молодого поколения и не только? Ну, я даже не знаю, что ответить. Но пока не планирую, не знаю. Пока жив, здоров, вот как бы занимаюсь, там дальше видно будет. Может, и закончу, а может быть, и нет. Вот, как бы так. Вадим, скажи, какая ситуация сейчас в Азербайджане? Ну, вопрос был задан три, господи, а, месяц назад, я не знаю, к чему этот вопрос был задан, я нахожусь не в Азербайджане, чтобы говорить о ситуации в этой стране. Скажу так, ситуация хреновая. Хреновая в том смысле, что они не ожидали от армян такого, что произошло. Понимаете? Поэтому ситуация очень сложная. Они уже там и на МИД наезжают. Вот пошли последние новости, что экс-главе МИДа Азербайджана Эльмару Мамедьярову запрещен выезд за пределы Азербайджана. То есть, возможно, даже уголовное дело возбудят против него, что-то они там наковыряли в нем. Также и МИДовские работники, многие азербайджанские сейчас под подозрением, под условным значит всяким вещам, то есть, им инкриминируют разные взятки, разные, в общем, нехорошие вещи, я не знаю. Это касаемо посла Азербайджана в Сербии, Боснии, Герцоговине, Черногории, это касаемо посла Азербайджана в Швейцарии, которые передали дорогой ковер, чтобы она там передала в Швейцарии каким-то официальным лицам, ну, взятка своего рода. Она присвоила этот ковер, себе, а им отдала какую-то искусственную чернуху. Вот. То есть, у них там бардак полный, что касаемо того, если вы имеете в виду по коронавирусу, то я не знаю, но читайте новости, я просто не совсем понял, что вы имеете в виду под какова ситуация в Азербайджане. какие исторические книги рекомендуется прочитать? Никакие. Или все? Вы знаете, это самый, я считаю, ненормальный вопрос, а мне этот вопрос очень многие задают, но какие исторические книги, книг много, что значит какие? Я же не могу сказать, вот это прочитайте, а вот это не прочитайте. Вы же не думайте, что если вы одну книгу прочитаете, вы уже будете все знать. Читайте все, а уж дальше вы сделаете вывод, о чем написано в больших книгах, значит там и правда. Вот и все, так и изучаются все науки в принципе, особенно гуманитарные. Нужно много читать, и читать нужно все, все, что попадается по интересующей вашей теме под руку, а там уже вы сами будете отделять зерна от плевел, что рекомендовать что-либо это очень неблагодарная затея, почему я должен вам рекомендовать, если у вас своя голова на плечах. Вадим, я русский по национальности, мне интересен такой вопрос, чисто из области армянской истории, без связи с современной политотой. Я давно интересуюсь генеалогией мировой христианской знати, и потому хотел бы попросить, чтобы вы рассказали в каком-нибудь формате об истории армянской аристократии, в частности царского рода багратидов. Особенно мне интересно, существуют ли ныне потомки этой династии по мужской линии. Есть ли такие современные семьи, зная, что есть род арбелянов, какая-то часть грузинской аристократии арбеляни, имеет армянское происхождение, это все было бы очень интересно, но про багратидов и их современных потомков, если есть возможность, было бы интересно послушать. Ну, тут очень длинный вопрос, очень длинный вопрос, я до конца не буду дочитывать, скажу лишь, что я много ездил, ни разу не встречал кого-то из потомков этих самых багратидов, но не встречал я почему-то, не знаю, нет, конечно, мошенников и шарлатанов я встречал, но вот конкретно вот именно потомков я нигде не встречал, не могу сказать. По арбели, арбелянов я встречал, да, я, например, общался с правнуком Иосифа арбели, он проживает в Санкт-Петербурге, и как его дед, тоже по стопам деда своего пошел, прадеда, стал востоковедом, только занимается японистикой, изучал какое-то время армянский язык, молодой человек, вот, ну, сейчас изучает японский язык, вот, все, что я знаю про них. По багратидам ничего не могу сказать, их потомкам, а вот по аристократии я возьму ваше предложение на заметку и как-нибудь посвящу тему, значит, именно армянской аристократии. Вот мой вопрос. Вадим, в одном из видео ты упомянул заблокированный выпуск про сифевидов. Его заблокировали за белых и черных баранов. Так вот, есть ли у тебя этот ролик? Если есть, то хотелось бы посмотреть. Спасибо. Да, его действительно заблокировали из-за баранов, вопрос. выпуска, естественно, у меня нет. Вы же сами говорите, что его заблокировали. Откуда же он у меня будет? Но как-нибудь я сделаю повторный подобный выпуск и вы обязательно посмотрите. на фоне обострившейся ситуации в Тавуша хотелось бы услышать от вас что-то об этом регионе. Но вопрос я, честно говоря, не понял. Что услышать об этом историю этого региона или что? Давайте, я думаю, не будем зациклить внимание, но было бы как-то нелогично, если бы я сейчас сидел и рассказывал бы историю Тавуша. Вадим, твое отношение к высказыванию Маргариты Симоньян. Ну, на это я уже ответил. Вадим, расскажите, пожалуйста, про мемориал Марага-150, который якобы является доказательством, что армяне пришло и на Карабахской земле. Ну, слушайте, ну, я не знаю, это такая глупость, о которой даже говорить-то не приходится. Ну, откройте, почитайте, что такое Великий Сургун. Когда Шах Аббас, переселял большую часть армян из Армении, из того же Арцаха, из Арцаха, кстати, не всех, но из Армении сегодняшней, практически всех, переселял вглубь Персии. Так, так, через некоторое время, когда эта территория отошла уже в состав России, армяне стали репатриироваться, возвращаться на свою родину. Кто-то поселился в одном месте, кто-то в другом. в Мараге поселилось одно селение, которое из Персии вновь репатриировалось. Там и они поставили вот этот мемориальный комплекс Марага-150 по случаю ознаменования их переселения. Назад, домой. Назад, домой. Репатриация, на то она и ре обратная, патрион, родина, обратно на родину. Ну, тут сам термин уже говорит за себя. Причем тут кто кого куда переселил. Ну, то, что там в Азербайджане говорят, ну, вы же понимаете, все, что они говорят, нужно обязательно проверять и внимательно вникать. Кто откуда переселил и как они там вообще оказались. Кто эти люди. Далее. Второй вопрос. А, был где-то первый вопрос. Не обращается ли наше новое правительство к вам за консультациями? Нет, не обращается. Далее. Вадим, почему в апреле 16-го года не было погибших с Нагорного Карабаха? И второй вопрос. Что вы понимаете под словом Арцах? Какие территории, какие села и районы? Ну, я не знаю, были ли погибшие. Ну, подождите, а почему не было-то? Взять того же ребенка, школьник в Мартунинском районе, который погиб в первый же день. Как это он, что он не из Нагорного Карабаха? Да и вообще какая разница из Нагорного Карабаха погибли или из Еревана погибли. Это все армяне. Это все армяне, которые защищают армянскую землю. Неважно, где они родились. Во время Карабахской войны в 90-х годах много армян приехало из-за рубежа. Тоже погибали. Погибали за армянскую землю. Так что, мы как-то не делим из Нагорного Карабаха, не из Нагорного Карабаха. Армяне воюют, армяне погибают, армяне празднуют победу или поминки. то есть вопрос ваш нелогично как-то связан и не знаю, для чего он был здесь вставлен. Здравствуйте, Вадим. Скажите, пожалуйста, по какой книге можно изучить армянскую историю? Вот опять. Ребят, ну что значит по какой книге можно... Неужели вы думаете, что армянская история это такая вот малюсенькая история, вот как азербайджанская история начинается там я не знаю с какого там с девятнадцатого века, с восемнадцатого века, ну вот недавно буквально, да, достаточно почитать там какого-нибудь Ахундова или Зию Пуниятова, который там исковеркал все, да, и можно быть уже академиком в азербайджанской истории. Армянская история это глубокая история. Там не по какой книге, а по каким книгам. Читайте, изучайте. У меня он огромная библиотека. И все это я читаю, мне даже времени нет все это перечитать. А вы говорите по какой книге? Вадим, у меня вопрос. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу собора святой Софии, которую хотят сделать мечеть, а я София, к чему это все? Ну, уже сделали, скажем так, и потом. Знаете, я как-то немного скептически к этому отношусь. Почему-то все молчали, когда, скажем, он был музеем. Почему-то вопросов ни у кого не возникало. Почему собор Святой Софии является музеем? То есть, быть мечетью, мечетью, это грешно, а быть музеем, где люди деньги платят, приносят, это нормально, это правильно. Я считаю, и музеем быть, и мечетью быть, это неправильно. Нужно, чтобы собор был собором, прежде всего. Чтобы туда приходили помолиться христиане. Ни ротозеи, любители музеев, ни мусульмане, ни иудеи, а именно христиане ходили и молились. Для того и был построен этот собор. И столетиями он служил. Для христиан. Так что, то, что там Эрдоган сделал, зарабатывать себе очередные очки, меня это, знаете, никак не тронуло. Потому что, меня и до этого трогало, что собор Святой Софии это музей. Отношусь отрицательно как к прошлому, недавнему прошлому собора, так и к настоящему. Уважаемый Вадим, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему Азербайджан не хочет садиться за один стол переговоров с Арцахом? Ну, как? Стыпи срам. А как же он будет садиться за один стол переговоров с Арцахом? Ну, им как-то стрёмно, как-то так. Мы такие крутые и будем сидеть с каким-то там правительством Арцахским непризнанным. Хотя, папочка нынешнего лидера Азербайджана садился, ещё как садился. И даже подписи ставил под один документ с руководством Нагорно-Карабахской республики. Ну, а этот, видите ли, то ли нос мешает, то ли усы не позволяют. Я не знаю. Скорее всего, стыдно. Вопрос, почему государство Армении так пассивно в информационной войне и на международной арене. Где-то Кэролайн Кокс отметила, что вы молчите по многим вопросам того же Арцаха на международной арене. Ну, Кэролайн Кокс, при всём моём уважении к ней, я с ней знаком, совершенно права именно в этом вопросе. Армения действительно молчит. Но здесь не только Армения, здесь, кстати говоря, должна и диаспора тоже работать. У нас диаспора почему-то социклена на геноциде армян. Ну, признают все. Ну, и что дальше-то? Пока Турция не признает, ничего и не случится. От того, что там мы, там, ну, практически уже все ведущие страны признали геноцид армян. Ведущие страны Франция, там, Канада, Соединённые Штаты Америки, Бельгия, то есть Германия. Ну, и что дальше? На диаспоре с Пюрку нужно работать и все усилия прикладывать по признанию Нагорно-Карабахской республики Арцах. Вот чем нужно заниматься. И я считаю, что это мое кредо. И это должно быть кредо всей нашей диаспоре во всех 170 странах мира, где проживает армянская община. Так что Кэролайн Кокс, баронесса, совершенно права. Уважаемый Вадим, скажите, пожалуйста, вы бы хотели работать в правительстве Армении как советник по вопросам Азербайджана? Ну, скажем так, вопрос вопросом как советник может быть да. В правительстве Армении я не собираюсь занимать никакую должность даже если мне предложат. А вот как советник ради бога пожалуйста я могу помогать хоть бесплатно. Почему бы и нет. Нет ли опасения, что в связи с последними событиями отношения России и Армении в ближайшее время приведут конфликту примерно как из Грузии? Спрашивает Гагик Саркисян. Нет, такого опасения нет. Отношения Армении и России нисколько не изменились на официальном уровне. Как были добрососедские союзнические вполне хорошие, так они и остаются. Как бы это не хотели недруги этих самых отношений. Вадим, скажите, планировали ли вы поехать группой в Западную Армению? И есть ли это в планах? Да, планировал, но из-за коронавируса в июле мы должны были поехать, так и не поехали. Ну, будем теперь ждать лучшие времена, соберем группу, обязательно поедем, я буду гидом. Как часто обращаются к вам представители разных властных структур сегодняшней Армении за консультацией по разным вопросам? Никак и не часто вообще не обращаются. Извиняюсь за ошибки заранее. Вадим, как вы думаете, если режим Алиева сменится в Азербайджане и придут более-менее адекватные лидеры во власть, будет возможность договориться у Армении и Азербайджан в вопросе НКР. Или это геополитика у каждой стороны своя роль в ней. Именно так у каждой стороны своя роль в ней. Не в Армении, не в Азербайджане никогда не смиряться с тем, что, чтобы кому-то что-то уступить, это точно. Поэтому, будь то хоть там Алиев, хоть там Пашаев, хоть там Гаджбейли, Галимейли, ничего не изменится абсолютно. Изменится только в другом смысле. Если какие-либо страны сами признают Арцах, вот и все. И хорошо бы, если это сделала, конечно, Россия. Но для того, чтобы Россия это сделала, нужно, чтобы сгинула Алиевская власть. Потому что отношения Азербайджана и России держат в основном вот эти семейные узы со времен Гейдара Алиева. Известно, что Владимир Путин был в дружеских отношениях, личных дружестных отношениях с Гейдаром Алиевым. Они, как чекисты, тоже были близкими людьми. Ну и традиционно, естественно, он поддерживает связь. Как же мне мешает эта маска. поддерживает связь с его сыном Ильхамом Алиевым. Но если не станет Ильхама и придут какие-нибудь там националисты, пантюркисты, хотя это тоже пантюркист, но он как бы умеет играть в дипломатию, знаете. Но есть такие оголтелые пантюркисты, националисты, которые в гемоне заканчивали и национальности не играть. Кстати, здесь вы иногда, наверное, видите, тут у меня кто-то шевелится, у меня тут рядом собачка лежит, я сегодня позволил полежать рядом со мной. Не обращайте внимания. так что пока Алиев Пашаевский клан власти, Россия точно не признает Арцах. Но как только придут всякие там пантюркисты, исламские фундаменталисты, всякое вот это вот братья, так сразу отношения у России с Азербайджаном естественно пошатнутся и вот тогда посмотрим, что произойдет. Будьте уверены, Россия будет одна из тех первых стран, которые признают Арцах. И в Азербайджане, кстати говоря, об этом знают тоже, почему они и терпят Ильхама Алиева. Далее. Здравствуйте, Вадим. Не задумывались ли вы о преемнике? Ведь все вопросы, поднимаемые вами, останутся актуальными лет через 20-30. Я думаю, было бы неплохо организовать что-то в виде кружка для молодых ребят. Вы знаете, ну, во-первых, мне, наверное, еще рано говорить о преемниках, так как я еще сам не стар, сделаю себе маленький комплимент. Да? Вот. И как показал коронавирус, это сейчас пока еще не мое время отправляться на тот свет. Вот он меня оставил еще на этом свете. Что касается молодых ребят, вы знаете, с сожалением я скажу о том, что у нас очень много молодых ребят довольно-таки ленивых. я уже несколько лет работаю с молодыми ребятами, которые, ну, буквально хватает на год-два, они в антитопоре побудут, потом куда-то исчезают, потом могут снова вернуться или вовсе не вернуться. Очень ленивые ребята. Вот я вам говорю честно, да, я строг, я это знаю, и те, кто меня близко знают, они знают, что я требователь, но я требователь не только к ним, я требователен и к себе самому. Можете, кстати, говоря, у них и спросить, этих самых молодых ребят, которые у меня уже побывали, что я требую не только с них, но требую и самого себя тоже. Пока что я не нашел такого преемника. Если у вас будут преемники, то ради бога, пожалуйста, умных, талантливых ребят полно, а преемников нет, одни не хотят свое лицо показывать по каким-то причинам, другие заинтересованы чем-то другим, там, не знаю, кто-то в бизнесе, кто-то научной степенью, кто-то еще чем-то, в общем, каждый заинтересован собой, мало таких людей, которые могли бы заниматься самопожертвованием, и если у вас есть такие, то я готов его прямо сейчас рядом с собой посадить, я бы с удовольствием, пока рядом с собой, а потом уже, как бы, пока вы к нему привыкнете, а потом далее уже уступить ему место, а я просто наблюдал, как и вы в качестве зрителя. Хотелось было услышать расшифровку названия Зангизур. Слышал такую историю, что якобы в каком-то селении Зангизур был потреснутый колокол, когда враги, ну, в общем, и так далее. Значит, ну, вы наверняка знаете, что было такое Сюникское царство, и историческое армянское название этой области называется Сюник, не Зангизур. А Зангизуром он стал называться уже в персидскую эпоху, и это прямой перевод с персидского языка. Кто знает фарси, не дадут соврать, это чистый перевод с персидского. Зангэ Зур или Зангэ Зор в зависимости от диалекта. Зангэ это звон, эй на конце это глагол есть, как и в армянском языке, кстати. И Зур сильно, мощно, то есть мощный звон или сильно звонить, как бы так. То есть это персидское название Зангезур, а вот армянское Сюник. Ну, кому как нравится. И то, и то в ходу, как бы никто не жалуется. В Средней Азии живут химшилы. Интересно было бы, если вы пообщались с ними, показали, как они живут и так далее. Ну, химшилы живут не только в Средней Азии, химшилы живут еще и в Ростовской области, в Краснодарском крае, в Турции живут. Да, мне тоже было бы интересно с ними пообщаться, но если доведется, конечно же, пообщаюсь, запишу и предоставлю вашему вниманию мою с ними беседу, если, конечно, такое случится. Дорогой Вадим, допустим, Ной вышел из Ковчега, это пишет Николай Сафаров. Дорогой Вадим, допустим, Ной вышел из Ковчега, и с ним еще семеро армяноговорящих. Вопрос, через сколько лет они, разделившись, начнут пить друг у друга крови, и какую часть из них ты станешь называть баранами, как ты это любишь делать? И, между прочим, среди этих баранов есть достаточно такие, которые свои праведные жизни угодили Богу. Что ты ему ответишь в судный день? Кому ты служишь, если образ Божий так дерзко оскорбляешь? Я не знаю, вы понимаете, о чем я читаю? Я не понимаю. Там, в жизни вечном, спасшийся так называемый чужой нам будет ближе и роднее, чем не спасшийся родной. В общем, говори, что хочешь. Меня, грешного, твои слова не оскорбляют. Я тебя уважаю, и есть за что. Но учти, что среди этих баранов есть такие божьи образы, как, например, Муслим Магомаев. Он, в отличие от некоторых, никогда подобных слов не произносил. Вот, честно говоря, я не понял, к чему весь этот наезд, кого я оскорбляю. Причем тут ной, армяноговорящий, когда, чего, то есть каша вообще полная. По поводу Муслима Магомаева, вы промахнулись, Муслим Магомаев не азербайджанец по национальности. Да, он называл себя сыном азербайджанского народа, но он не есть азербайджанец по национальности. Если вы хотели привести в пример кого-то из божьих творений, таких талантливых азербайджанцев, можно было бы назвать, например, Арашида Бейбутова, Ниязи можно было бы назвать, Мирзабабаева можно было бы назвать. Экти, да, но Муслим Магомаев к сожалению не азербайджанец. В остальном я ваш наезд, честно говоря, не понял. Он какой-то такой библейско, атеистическо, какой-то, и при чем тут бараны, я тоже не понял, кого я баранами называл. Вот, честно говоря, может быть, кто-то из зрителей понимает, я не понял. Баранами я называю людей, которые ведут себя как бараны, но я уже говорил, это фальсификаторы. Я же не говорю, что весь азербайджанский народ бараны. Бараны среди армян есть, тоже есть такие фальсификаторы. Карпаты, которые якобы от кар и пад. Стены там, то есть, но только армянские бараны, они кухонные, а азербайджанские бараны из области академии наук. Вот все отличие. Бараны есть и там, и там. Я этих людей называю баранами, а не народ весь. Видимо, вы опять не так меня понимаете, посмотрите побольше выпусков, и надеюсь, мы придем к консенсусу. Уважаемый Вадим, хотелось услышать о генералах азербайджанцев царской России и СССР. Ну, а что услышать-то, я не пойму. Я что, тут преподаю историю Азербайджана, что ли? Ну, если есть, почитайте о них, я не знаю. Во всяком случае, царской России Хан Нахичеванский были несколько таких человек, но они особо-то и ничем не прославились. Да, это были генералы, были у них свои отряды, но вот каких-то таких громких подвигов ничего такого особенного не было, поэтому мало о них кто знает. Но таковые действительно были. Но тогда они еще не были азербайджанцами, тогда они еще назывались закавказскими татарами или просто мусульманами. Далее. Господи, какой раз, два, три, это ужас. На четырех страницах вопросы, их штук тридцать. И очень такие, очень глуповатые. Пишет Тору Гюзяль Бейли. Здравствуйте, Вадим, почему вы называете Расул Заде преступником, а Пранжде молчите? Ну, во-первых, я Пранжде не молчал, Пранжде я говорил, и Пранжде все стали говорить после того, как ваш султан о нем вдруг заговорил. Ведь раньше все Пранжде молчали. В России так и вовсе, когда там лет пять назад вышел художественный фильм Нжде, где снималось там Чулпан, Хаматова, много других известных российских актеров, и ничего, это показывали, транслировалось, а тут вдруг вот год назад или когда там Алиев заговорил Пранжде, и все вроде бы как вспомнили о нем. Хотя что тут-то говорить, Нжде это герой, он был в российской армии, вообще-то воевал, российской имперской армии, он российский офицер, он воевал за Болгарию, где его тоже почитают, а кто такой ваш Расул Заде, слушайте, вот вы докопались до этого Нжде, а про своего Расул Заде молчите, вы же там кучу памятников ему ставите, Расул Заде, школа имени Расул Заде, в учебниках он у вас упоминается, почтовые марки два раза выпускались с его изображением, что ж вы молчите, это вы должны ответить на вопрос, что ж вы молчите про Расул Заде, а постоянно говорите Нжде, подумаешь, в Армении ему памятник поставили, и что дальше, ему памятник стоит и в Болгарии, ему памятник стоит и во Франции, и в Америке ему памятник стоит вообще-то, и что дальше, глупый очень вопрос, конечно. Вы с вами Расул Заде-то решите вопрос, я вам скоро поеду, поеду, в станицу Старокорсунская, где вот такие, как Расул Заде, Фатали Бейли, со своим азербайджанским легионом вермахта, сожгли всю деревню, станица Старокорсунская, а еще в Польше натворили делов, я об этом еще все расскажу, а вы готовьте что-нибудь подобное про НЖД и не найдете, а вот про Расул Заде я уже много чего выкопал, почему вы называете Сафарова убийцей, а про армянских террористов молчите, например, Монте, вот тоже сравнил опять, где Монте, где Сафара, вы знаете, Монте не подкрадывался ночью к азербайджанскому офицеру и не отрубал никому голову спящих азербайджанцев в мирной стране на третьей территории какой-либо, Монте мог бы спокойно жить припеваючи у себя в Соединенных Штатах, где он родился и вырос, но он бросил свою шикарную жизнь, приехал в Карабах и начал воевать честно возглавив отряд, воевал честно как солдат и погиб тоже как солдат и сравнивать его с вашим трусом ну это уже просто, конечно, беспредел какой-то, ну вы хоть подумайте сами кого с кем вы сравниваете солдата и какого-то труса, который из-под тишка, ну дальше тут еще про Гейдара Алиева, слушайте, азербайджанцы, вот послушайте мудрого армянина, давайте на сегодня уже закончим, послушайте мудрого армянина, вот смотрите, поехал я в одну страну, в другую страну, в третью страну, в четвертую страну, там Армянин стрит, там какой-то памятник к армянскому деятелю, там какой-то монумент к армянину, который даже мы не знаем, например, в Аргентине, но там его знают, или в Гонконге, да, вот полно, везде, всего, у вас ничего, нет никакого наследия в разных странах, лишь несколько памятников Гейдару Алиеву, которые были поставлены вот в наше время, там заплатили, поставили, там заплатили, вы зачем это делаете, обратитесь к своему этому, тому самому, это мой вам совет, как всегда, армяне приходят на помощь с мудрым советом, вот представьте, стоит памятник, да, ну, я видел это, например, в Белграде, ну, проходит, видят Гейдар Алиев, лидер азербайджанскому народу, во-первых, еще не все знают кто такой азербайджанский народ, где он живет, я не только сейчас про азербайджанцев говорю, там вообще мало кто знает, кто есть кто, я говорю в общем, ну и что, ну лидер, и что, что он сделал для Сербии, или там для Италии, или там для Испании, ничего, абсолютно, вот вместо этого закажите своим послам в этих странах, чтобы они поставили памятник, например, Каракараеву, вот замечательный композитор, мне он нравится, в мире он неизвестен, и за пределами Азербайджана он вообще малоизвестен, только каким-то узким специалистам, а не проще ли поставить вот эти вот деньги, отдать ваши нефтяные, вместо Гейдара Алиева этого, из Тукана, поставить памятник Каракараеву, будет проходить какой-нибудь там, я не знаю, барселонец, римлянин, там, парижанин, да, увидит, никогда он не знал о Каракараеве, прочтет, ого, интересно, раз запомнит имя, пойдет, погуглит, найдет, посмотрит, что он написал, ага, вот музыка даже ему понравится, порекомендует другому, и вот это вот через культуру, через искусство, это будет более сплачивать другие народы с азербайджанским народом, они хоть ознакомятся, что у азербайджанцев есть своя, имеются свои композиторы, свой балет, свой театр, кто-то из них влюбится, будет поклонником азербайджанского искусства, а вы ставите памятник этому Гейдару Алиеву, какому-то КГБшнику, советскому партийному деятелю, ну, имейте совесть, слушайте, вам самим не стыдно, вот, попомните мои слова, действительно, в Азербайджане есть достойные азербайджанцы, которых нужно действительно пиарить, тот же Кара Караев, я почему его имя часто называю, потому что он действительно мне очень нравится, Рашид Бейбутов, шикарный певец, я думаю, даже многие армяне со мной согласятся, вот, которые знают голос не вот этого бездаря, который нынче в политику вдарился палат Бюль-Бюлуглы, песклявый голос, а вот именно Рашид Бейбутов, действительно, был человек с большой буквы, кстати, он начинал свою карьеру в Армении, и гастролировать начинал тоже с армянскими артистами, ереванской труппой, да и вообще был неплохой человек. Я думаю, мы сделаем эту нашу встречу традиционной, четыре раза в год будем вот встречаться в таком формате, я буду собирать ваши вопросы и отвечать. Поэтому, еще раз, лучше не в личку, а лучше вот, значит, пишем, тогда, когда я назову анонс, проанонсирую и скажу, когда я буду отвечать на ваши вопросы. Вот тогда и присылайте свои вопросы. Ну, а на этом все. Еще раз спасибо всем тем, кто постоянно донатит, постоянно на связи. Я уже некоторых просто фамилии наизусть знаю. Спасибо вам большое, что вы это делаете. И вообще спасибо, что все эти годы вы со мной, а я с вами. Через неделю увидимся уже в традиционном выпуске. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok